Россия теряет самолеты и нефтебазы. Заявление Юлии Навальной о том, из-за чего был убит ее муж, и польские фермеры, которые планируют перекрыть все. Обо всем этом расскажу подробнее в эфире В Киеве готовились к российскому вторжению за полгода до него. Бразильский президент объявлен персоной нон-грата в Израиле. То, что происходит в секторе Газа с палестинским народом, не имеет аналога в других исторических моментах. На самом деле она существовала, когда Гитлер решил убивать евреев. Под Мариуполем упали два российских самолета Су-34 и Су-35. Это официально подтвердил главнокомандующий ВСУ, а в России пока этого не видели. Сегодня утром воздушные силы вооруженных сил Украины уничтожили два российских самолета, которые наносили удары управляемыми авиабомбами по позициям наших войск. Один истребитель-бомбардировщик Су-34 и один истребитель Су-35С. Напомню, что накануне заявлялось о потере России еще трех истребителей тоже на востоке Украины. И еще несколько важных попаданий. К примеру, нефтебаза в оккупированной Макеевке решила задымиться после взрыва. Также в российских Ростове и Таганроге пользователи сети пишут о взрывах. Даже в Нижегородской области местные жители пишут о том, что слышали какие-то ужасные звуки, дрожали стекла и включали сигнализации. Российские паблики пишут о прорыве обороны ВСУ на юге, в Запорожской области. Украинский осинт-исследователь Дипстейт пишет о том, что россиянам удалось частично прорвать оборону в Работином, но все не так успешно, как они публикуют. Украина готовилась к обороне пять месяцев перед широкомасштабным наступлением, говорит командующий сухопутными войсками ВСУ. Еще он говорит, что осенью 2021-го понимал, что будет большая война и угроза придет не только с оккупированных территорий. Объедного села я был предназначен еще в липні 2021-го. И провели анализ уже осенью, была очень большая вероятность. Мы поняли, что будет полномасштабная война. По ее масштабам было еще тяжко было понимать, но что она, как минимум, захопит территорию Луганска-Донецкой области, было очевидно, потому что мы анализовали и действия противника, его соответственные примитивные заходы, его разведывательные функции, которые выполнили они на территории вдовж всего линейства, вдовж кордона. Масштаб боевых действий трудно было оценить тогда. Интересно заметить, что Валерия Залужного назначили главнокомандующим ВСУ ровно за полгода до вторжения. Силы обороны Украины готовятся к открытию второго фронта в северных областях, говорят в погранслужбе. Подчеркивают там, что готовы к любому развитию событий. Действительно, теперь уже экс-командующий объединенными силами генерал Наев часто рапортовал об укреплении границы и складывается впечатление, что она действительно очень хорошо укреплена, что, в принципе, не мешает время от времени возвращаться к вопросу об опасности повторного наступления с севера. Намного тревожнее на границе западной на самом деле. Там польские фермеры пообещали заблокировать пограничные переходы полностью. По крайней мере, об этом напрямую не заявляют, но несколько попыток перекрыть ЖД сообщений уже были. Плюс автобусы пассажирские в пункте Дорогуск-Ягодын. Мы пришли сюда сегодня, как вы видите. Я думаю, около трех тысяч протестующих. С восьми часов и до вчерашнего дня грузовики не пропускают ни одного. Пропускают только автобусы. И это будет продолжаться сегодня до полуночи. Что ж, посмотрим, что будет дальше. Завтра они будут ездить нормально. А во вторник снова будет полная блокада. За исключением автобусов. Просто для ясности, потому что вы знаете, автобусы перевозят людей. И это будет блокада с шести утра до шести вечера. В знак солидарности с протестующими фермерами по всей стране. Ну и все границы с Украиной сейчас находятся под протестом. Потому что в данный момент на всех границах идут протесты. По этому поводу на пресс-конференции выступил спикер Госпогранслужбы, который заявлял до этого, что не в курсе о полной блокаде границы со стороны Польши. В первую очередь, польские фермеры блокируют рух для вонтажных транспортных средств. Они обещали не блокировать рух для легковых автомобилей и автобусов. И, власне, то, что мы отмечаем, автобусы, а также легковые автомобили, перетинают кордон как на выезд из Украины, так и следуют из Польши в направлении нашей страны. Поэтому сказать, что они блокируют рух, я не могу. Конечно, мы обратили внимание и на видеоматерали, которые появлялись в открытом доступе, что, начебто, они перешкоджают руху автобусам. Но, скорее всего, через их перебывание на автошляхах, которые ведут до кордону, просто ускладливают рух для в определенных категорий транспорта, власне, чтобы объехать местя скупчения польских фермеров. Но еще раз означу, что рух автобусов, зокрема, отбывается как в бік Украины, так и, звісно, что польская сторона приймает автобусы, которые следуют из Украины в Польше. С конструктивным предложением о том, как закончить эти пограничные споры, выступил министр иностранных дел Польши на Мюнхенской конференции по безопасности. Страна, которая платит самую непосредственную цену за общеевропейскую солидарность, которую, в целом, вы знаете, я поддерживаю. И две конкретные польские профессии, которые несут основную нагрузку – это фермеры и дальнобойщики. И нам нужно решить этот вопрос, чтобы не омрачать общую картину большой польской солидарности с Украиной. И есть решение на горизонте для них обоих. Это победа Украины в Черном море. Причина, по которой грузоперевозки так важны, заключается в том, что Украина не могла экспортировать свои товары по морю. И то же самое касается зерна. Если мы действительно восстановим контроль Украины над западной частью Черного моря, это также поможет решить эти проблемы. Юлия Навальная пообещала продолжить дело своего мужа. Об этом она записала целое видеообращение. Мы знаем, из-за чего конкретно Путин убил Алексея три дня назад. Мы скоро вам об этом расскажем, говорит вдова оппозиционера. Меня не должно было быть на этом месте. Я не должна была записывать это видео. На моем месте должен быть другой человек. Но этого человека убил Владимир Путин. Три дня назад Владимир Путин убил моего мужа Алексея Навального. Путин убил отца моих детей. Путин отнял самое дорогое, что у меня было. Самого близкого и самого любимого человека. Но еще Путин отнял Навального у вас. Где-то в колонии на Крайнем Севере, за Полярным Кругом, в вечной зиме, Путин убил не просто человека Алексея Навального. Он вместе с ним захотел убить наши надежды. Следком тем временем продлил сроки расследования смерти Алексея Навального. А 54 тысячи человек, даже больше, потребовали вернуть его тело семье. Вместе с тем в сети появляется видео с камер наблюдения над дорогой в Салихард из колонии, в которой содержали Навального. По этой дороге накануне замечено передвижение колонны автомобилей. Это заезд на переправу из Лабытнанги в Салихард. Другим путем в колонию и из нее попасть нельзя. Кто двигался в этой колонии, вопрос открыт. Спикер Путина уже описал свое мнение о расследовании. Говорит, нет информации у него никакой. Оно ведется. Выполняются все необходимые действия в этой связи. Но пока результатов этого расследования не было обнародовано. И, собственно, о них неизвестно. Поэтому в условиях, когда нет никакой информации действительной, выступать с такими, ну, скажем, откровенно хамскими заявлениями, мы считаем абсолютно непозволительно. Это не подобает государственным деятелям, из уст которых мы слышали такие заявления. И эти заявления, собственно, они, безусловно, не могут нанести какой-то ущерб в главе нашего государства. Но, скажем так, они абсолютно не красят тех, кто с такими заявлениями выступает. Выполняются те действия, которые предусмотрены в соответствии с законодательством России. Санкционный механизм имени Навального создадут в Евросоюзе. Об этом говорит главный дипломат ЕС Жозе Борре. О президента Бразилии объявили персоной Нонграта в Израиле из-за сравнения действий Цахал в секторе Газа с Холокостом. То, что происходит в секторе Газа с палестинским народом, не имеет аналога в других исторических моментах. На самом деле она существовала, когда Гитлер решил убивать евреев. «Очень смешно, очень смешно, когда я вижу, как богатый мир объявляет о прекращении взносов на гуманитарную помощь палестинцам. Мне остается только удивляться, насколько велика политическая совесть этих людей и насколько велико сердце солидарности этих людей, которые не видят, что в секторе Газа идет не война, а геноцид. И это не война между солдатами и солдатами. Это война между высококвалифицированной армией и женщинами с детьми». Министерство иностранных дел в Иерусалиме заявило, что вызовет бразильского посла для передачи ноты, обвиняя в оскорблении европейского народа президента Бразилии. Как воспитывать молодежь, как ломать их через колено, об этом ведутся высокие разговоры в России. Молодые не слушаются, говорят оккупанты, значит, надо силой. «А для молодежи, а молодежь надо перепрошивать. Вот и получилась ситуация, когда пожилые уже ничего не понимают, а молодежи надо общение, надо новая культура. Их надо не с нуля брать, как в любом регионе России, а с минуса». «ДАaha!» Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие, жду ваших комментариев, лайков и репостов, жду, чтобы подпишетесь на наши каналы, это очень важно, тогда YouTube показывает наше видео большему количеству людей. Ну а у меня на этом все, до встречи, хороших вам новостей. Субтитры делал DimaTorzok